Вы знаете, что Левый фронт и коалиция левых организаций, созданная на форуме Левых сил в январе с самого начала, с декабря месяца, участвовала в протестном движении. И с самого начала, с декабря, мы стремились убедить наших коллег в оргкомитете этих протестных акций в том, что борьба за демократические права неотделима от борьбы за социальные права. Мы говорили, что невозможна демократия в ситуации, когда рабочие на предприятии снимают шапки при входе директора. И на словах вроде бы получалось коллег в этом убеждать. Но всякий раз, когда дело доходило до принятия конкретных документов или до решения о принятии неких общих требований в протестных митингах, нам говорили, что ребята, обождите, мы не можем сейчас убегать социальные требования, это нас расколет. И перед этой угрозой раскола мы раз за разом отказывались от тех требований, которые для нас являются, конечно, приоритетными. Ситуация, как нам кажется, изменилась с 6 мая. Вспомните, что происходило за два месяца, два месяца перед 6 мая. Очень многим, очень многим, и с той стороны баррикад, по которой находятся господа из администрации президента, и, к сожалению, по нашу сторону баррикад казалось, что движение закончилось. Во-вторых, в случае оно миновало свой коммуникационный момент. Очень многие, чего греха таить, отошли от активной работы в оргкомитете. Интернет и большие СМИ были полны мрачных предостережений о том, что марш миллионов закончится пшиком, и выйдут там несколько тысяч человек в лучшем случае. Даже у нас были такие сомнения. И вот, как это ни странно, при относительно слабой медийной поддержке, при почти полном отказе от участия в этом движении всех представителей истеблишмента, таких как Кудрин или Прохоров, при, не хочу говорить слово саботаж, но при неучастии многих активистов и лидеров, которые участвовали в организации этих митингов зимой, мобилизация 6 мая превзошла все самые смелые ожидания. Это, конечно, не был миллион, но это были десятки тысяч, и я хочу обратить внимание, что желание острить про миллионы сразу у всех пропало, у всех оппонентов. Для нас самих было неожиданно, что как минимум половина участников этого марша выстроилась в колонну левых сил. Это говорит о том, я думаю, что не только мы молодцы, дело не только, скажем, в личной харизме Сергея Удальцова, нашего товарища, который, конечно, сделал немало. Дело не только в наших успехах в строительстве сетей. Дело в том, что те социальные требования, символами которых, выразителями которых, являются левые, становятся все более и более актуальны. Мы полагаем, что уже в ближайшие месяцы актуальность этих требований превысит все представимые пределы. В связи с началом действия печально знаменитого закона 83. В связи с тем, что с осени у нас фактически не будет бесплатного школьного образования. В связи с тем, что новый министр образования уже пообещал нам сократить вдвое и так немногочисленные бюджетные места в вузах. В связи со всеми теми проблемами, о которых очень подробно говорил Григорий. А также в связи с тем, что летом будут повышены как минимум на четверть тарифы естественных монополий. И это бумерангом ударит по карману самых незащищенных своих населений. Так вот в этих новых условиях мы думаем, что отказ от выдвижения социальных требований является самым большим якорем и самым большим тормозом на пути роста демократического протестного движения. Мы стараемся любой ценой сохранить единство рядов этого демократического движения. Поэтому стараемся убедить наших коллег в том, что принятие хотя бы умеренной программы социальных преобразований, подразумевающей безусловную отмену реформы образования и здравоохранения, коммерциализирующей эти две сферы, предусматривающей отказ от режима бюджетной экономии, предусматривающей мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий. Еще целый ряд требований, предусматривающей повышение зарплаты как минимум до уровня 2008 года, поскольку Россия вышла из кризиса в соответствии с официальной позицией правительства. Нет оснований удерживать зарплату на более низком уровне, в тех отраслях, где она упала. И целый ряд других требований. Мы считаем, что невыдвижение этих требований сейчас означает отказ от участия, от интеграции в это движение огромной российской провинции, где путинизм проявляется не столько и не столько фальсификациями на избирательных участках, сколько бесконечным, повседневным произволом во всех социально значимых секторах, в промышленности, в образовании, в здравоохранении, в бюджетной сфере. Этот отказ от принятия социальных требований означает ограничение этого протеста теми слоями, которые в него уже вовлечены. И той специфической программой, которая была сформулирована на самой заре этого движения, в самом его начале, в декабре, а уже даже то движение, которое существует в Москве, в лице большинства его активистов, давно переросло эти умеренные требования. Сегодня для большинства активистов мало пересчета голосов или даже проведения новых выборов под тем же правилом. Мало просто отставки Путина. Нужна системная политическая реформа. И нужно, наконец, сделать так, чтобы в нашей стране 140 миллионов людей имело возможность решать свою индивидуальную и коллективную судьбу самостоятельно. Влиять на эту судьбу собственным разумением, собственным голосом. Поэтому мы требуем, чтобы вопросы, которые вызывают в обществе наибольшие разногласия, были вынесены на всенародные референдумы. В том числе, это, конечно, и вопросы, связанные с пересмотром итогов приватизации залоговых аукционов 90-х, с антидемократическими и антисоциальными реформами путинских лет, пересмотром трудового кодекса, реформы монетизации льгот, образовательные реформы, федеральный закон номер 83. Поэтому мы считаем, что минимальным и, наверное, недостаточным шагом с нашей стороны будет выдвижение пакета этих требований от себя. И если демократическое движение выразит поддержку этим требованиям, то, я думаю, это будет принципиально новый шаг в эволюции этого движения. Шаг, который приведет к тому, что оно выйдет за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги и охватит с собой новые слои и новые регионы. Вот это задача, которую левые силы и левый фронт, в частности, перед собой ставят в текущий политический момент.